Боза! ПА-ПА-ПА! Раз, два, 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 три! И вниз! Две, две, три, два, три, два, три! Реквием Моцарта мы поставили в 91-м году. В дни Пуча была премьера. Это однакный балет, к которому мы, к счастью, вернулись по прошествии почти 20 лет. Это, конечно, абсолютно новое видение этого спектакля, в котором мы используем наши уже технические возможности, наши технологические возможности. Это мой опыт, который я как бы приобрел в течение последующих 20 лет. И это, конечно, во многом новый спектакль. Мы поставили еще дополнительно балет «Реквием» на музыку Шестаковича по поэме «Ахматовый реквием». Это абсолютно новое произведение, абсолютно самостоятельное. Но эти два, казалось бы, самостоятельных произведения, они объединены каким-то единым настроением, единым эмоциональным каким-то состоянием. И два великих музыкальных произведения, двух великих композиторов действительно как-то соединились в один вечер и стали каким-то единым. Несмотря на то, что Ахматова писала «Реквием» как поэму социальную, как произведение все-таки больше не о личностных переживаниях героев, о трагедии и репрессиях того времени, мне кажется, все-таки Ахматова наша получилась как раз она соткана из каких-то отдельных историях, основанных на трагедиях и потерях конкретных персонажей. А что касается «Реквием» по Моцарту, вот, наверное, он как раз является таким общечеловеческим, что ли, да, ну, как бы не привязана никакой конкретной истории и имеет такой глубокий смысл для каждого человека в целом, о том, что самое главное, что есть у человека, это, наверное, дар жизни. Очень сложно, особенно сложная именно камерная симфония, на которой мы сочиняли балет. Конечно, это такая именно камерная музыка, она, наверное, и не предполагает, наверное, хореографическую интерпретацию, но меня это очень вдохновило, и я очень рад, что все-таки я думаю, что мы нашли решение пластическое этой музыки, и главное, что мы нашли какое-то очень тонкое соединение вот именно поэмы Ахматовой и музыки Шостаковича. Куда? Бай! 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 Открой! Ищите, открой! Ба-ба-бам-бай! Мощание! Подселенные ходят подселенные! Я показываю определенный этап взросления человека, его первую любовь, борьба, первая встреча с трагедией в его жизни – это смерть матери. Она буквально умирает его на руках, и после этого, наверное, его трансформация уже в другого мужчину, попытка вести за собой людей, попытка найти свой смысл жизни. И достаточно образные такие хореографические миниатюры, но они в общем могут, наверное, заставить задуматься людей о каких-то своих главных приоритетах жизни, на что стоит, следует обращать внимание. Наверное, это прежде всего любовь. Декорации пастуха Мы сохранили это на декорации Реквиа Моцарта. Для спектакля Ахматовой нам сделал декорацию Зиновий Марголин, а костюмы нам взяла Ольга Шайш-Мелошвили на оба спектакля. И это, как бы сказать, я думаю, что во многом даже те, кто этот спектакль когда-то видел Реквиа Моцарта, он просто столкнется с тем, что он увидит совершенно новый спектакль, не похожий на то, что он видел раньше. Это совершенно новое, образное, пластическое выражение вечной музыки Моцарта и Шостаковича. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.